я знаете что подумал что обзор в соло может быть недостаточно хорош потому что когда один обозреваешь карты ты можешь что-то не вспомнить что-то забыть что-то перепутать и обзор будет недостаточно точен поэтому друзья я решил позвать четырех стримеров высочайшего уровня умных красивых замечательных прекрасно разбираешься в харстоне и вообще во всем чтобы мы все вместе хорошенько обозрели итак привет привет и тебе привет привет чувак все значит мы в полном сборе мы сборе сейчас будем обозревать карты вот теперь это точно ребята все лучше стримеры сборе итак друзья начну издалека есть такой сервис vk.com возможно вы слышали вконтакте там есть такой паблик gnome tv в паблике очень много всего клево контент высочайший высочайший короче клево там подписывайтесь и там есть альбом со всеми новыми картами ого их вышло ни хрена себе ох ни хрена себе их вышло вот последнюю карту мы вот эту обозревали да получается 48 12 16 20 23 карты ой так и надолго ребята это надолго да быстро все подписались а что не берет зря старается что ли вы посмотреть как этом группа охуенно как не берет нам все делать клево скиньте ссылку на всех стримеров я я тебя потом так ну ладно а если серьезно убрать вам вас будут отвлекать эти копии потому что мне кажется весело но возможно у вас будет в глазах рябить ну хотя бы пару карт хорошо итак друзья мы будем обозревать карты стоит который на который прошлый раз остановились вот это все мы уже обсудили это в прошлых роликах на ю тубе там если вам надо найдете на канале вот эту карту мы еще не видели 23 новые карты сразу скажу есть несколько откровенно клевых давайте пару карт сделаем потом потом беру вот несколько откровенно клевых я будем да давайте подробно итак друзья соборная горгуля новая новая эпик на паладина у него нет типа существ 2 ман 2 2 battle cry если у вас в руке есть дракон получает провокацию божественный щит есть такая карта в вольном режиме называется какой-то там вот мини-бот или микробот короче за 2 маны 2 2 бабл без таунта и он ребята он просто великолепен он играл во всех паладинах в агро паладинах в мид паладинах в медленных паладинах он играл вообще везде потому что он просто потрясающе за 2 маны 2 2 бабл ребята это такая мощная двойка из ней так неприятно драться до защитными не бот что просто ребята карта была невероятно круто а здесь за 2 маны 22 town бабл иногда то он будет играть в минус но это очень редко по как правило то он будет нам помогать таунта хорошо то есть а карта еще лучше но и и разумеется если мы играем дракона декой то есть если мы играем дракона декой эта карта замечательная она точно там будет если драконах не будет он как я играть ну никак Так, заиманды обзабилок. Соответственно, вопрос будет ли дракона паладин. Как вы, друзья, думаете, будет ли дракон паладин? Мне кажется, что в данный момент никаких предпосылок для дракона паладина нет. Те немногие хорошие драконы, которые у нас есть, они уходят. Остается очень мало. И новых драконов на паладину что-то пока незаметно. Может быть, конечно, в будущем. Кстати, да, он еще под это вместе с 1-1 и мечом этим. Короче, ребята, в данный момент, с учетом показанных карт, предпосылок для дракона паладина нет. Если в будущем каких-то нейтральных или паладинских драконов нам хороших предложат, то вполне может и связаться какой дракона паладин и конечно там будет лежать соборная горгуля но пока дракона паладина нет это очень сильная карта играть не будет все очень просто такие карты очень просто обозревать предсмертный хрип новая пушка на воина топор дровосека предсмертный хрип вашего случайно существует с натиском получают плюс 2 плюс 1 напомню что натиск это новая билка Новое ключевое слово, такие обилки были раньше, но новое ключевое слово Это означает, что существо может бежать сразу же в атаку, как с рывком Но не может бежать в лицо, то есть только на существо Вот Есть разногласия, есть разные мнения насчет новой обилки Кому-то она кажется плохой, бесполезной Мне на самом деле обилка натиск нравится Мне кажется, во-первых, полезна для игры Это примерно то, как, на мой взгляд, должен выглядеть хардстоун Мне кажется, что некоторые карты с натиском выглядят вполне себе играбельно И вообще сама механика хороша При том, что это, знаете, даже не новая механика Это новое ключевое слово Это означает, что скорее всего, скорее всего Эту механику будет продолжать То есть с каждым новым сетом, скорее всего, будет какое-то количество карт с натиском То есть, ну, это не на один сет история Вот Поэтому перспективы у нее есть И пушка, которая качается, что с натиском Мне очень нравится эта карта Во-первых, она как-то заменяет секиру Помните, у воина была секира за 2 маны 3-2 Она была великолепна Это была секира победа Если тебе заходила секира, ты почти наверняка выиграл Ну, во многих матчапах Потом осталось 3 маны и стало совершенно иначе Совершенно другое дело Теперь он скажет, что топор дровосека 2-2, а не 3-2 Но у нее есть полезная билка Она качается, что с натиском на призобности Мне очень нравится эта пушка Тем более, что у воина уже показана новая легендарка Новая легендарка Пушечная башня Нет, шутка Пушечная башня Вот, Дарья и Кравли Соответственно, Дарья и Кравли можно качать Ну, плюс нейтральные карты Плюс еще какие-то другие карты Воина может появиться Соответственно, все это качается Чтобы эта пушка заиграла Нам нужно какое-то количество играбельных натиск существ Пока вот у воина я видел легендарку Нейтральные я не помню, если честно Давайте представим, как она может играть Если мы не собираемся использовать ее обилку Если у нас нет существ с натиском Или почти нет существ с натиском Готовы ли мы играть топором? Мне кажется, 50 на 50 То есть за 2 маны пушка 2-2 не так плохо Потому что у воина сейчас реально дефицит качественного оружия Потому что у него есть секиры за 3 Пушка за 4 У него есть эта херня за 7 маны И у него есть оберег, который хочет надевать пушки Чтобы плодить мужиков 5-5 То есть топор может занять свое место Даже без учета натиска Потому что есть на то причины, ребята Поэтому топор Дровосека нравится Скорее да, чем нет Очень хорошая карта Очень хорошая, ребята Замечательно Опасный арсенал Вы показываете случайное оружие из своей колоды Все существа получают урон, равный его атаке Это похоже на спеллмага из прошлого сета Когда показываешь спелл и там всем бахаешь Такая же механика, только по оружию Ну что, ребята Это очередная зачистка для воина У воина и так есть достаточное количество зачисток Начиная с потасовки, которая находится в классическом сете Которая никуда не уходит Если, конечно, искусственно не выпихнуть в зал славы Ну, вряд ли выпихнуть, не та карта, да? У воина был накорм рыбам, но он уходит У воина был хороший вурдолаг, но он уходит У воина остается Чемошный вердвин за одну ману Он остается, но он не особо-то нужен У воина появляется новый вердвин бесконечно за две маны Он хорош Что еще у воина? Ну, дракон 4.8, по-моему, но это так Вот Соответственно С одной стороны, арсенал может хорошо играть Он нам, кстати, показывает оружие При условии, что у нас все оружия не дешевые в деке, да? Вот мы только что обсуждали топор за две маны То есть топор с две маны хорош Но вот если заиграет арсенал А такое вполне возможно, потому что у воина не так много способов зачистить То нам, видимо, придется отказаться от нового топора за две маны Чтобы не факапить себе уешку Допустим, мы играем кровавыми клинками Допустим, мы играем кровавым воем Ну и все, получается кровавые клинки и кровавое Соответственно, наше уеха либо 7, либо на 7, либо на 4 То есть получается эдакий флеймстрайк за 6 маны Он, конечно, бьет в обе стороны, но тем не менее Вот, то есть весьма качественная уешка Ну, понятно, что это карта исключительно в контроль воина У которого сейчас переживают нехорошие времена И пока есть варлок, скорее всего, так и останется Потому что, ну, хотя есть милый воин, но все равно, ребята То есть вполне качественная зачистка стола для воина Раньше были только потасовки Теперь есть более-менее управляемая уеха А, атаки, пардон, пардон, да, атаки Я, я это, напутал, ребята Так, соответственно, ситуация меняется, да Что-то я, по-моему, про монокост действительно Тогда, кстати, не такая сладкая уехала У нас, получается, это хорошо, заходит только вой, да? Вой и арканитовый жрец Но арканитовый жрец не самая популярная пушка Да, что-то я перепутал, ребята Вой и арканитовый жрец Потому что ауешить за 6 маны 5-3 не очень хочется За 6 маны ауешить на 2 вообще не хочется Получается, ребята, весьма сомнительная карта, да? Если так ее рассматривать, конечно... Нет, ну если так посмотреть, ребята То получается, да, какая-то хуйня У нее есть, конечно, определенное достоинство Если вдруг, если вдруг соберется какой-то Какой-то четный воин То мы не можем играть потасовкой Потому что она стоит 5 маны нечетная Опасный арсенал получается в четного воина Но что-то получается как-то мало уезжает Нам либо нужны какие-то новые оружия, да? Чтобы ситуация изменилась Потому что, ну, в текущей ситуации Нам придется отказаться от кровавого клинка Ну, кто будет отказаться от кровавого клинка? Это карта огонь просто Ну что, играть с арканитыми жрецами и кровавым воем? Ну, нет, это как-то какая-то туфта В общем, что-то арсенал мне резко разонравился, ребят Ну, если так посмотреть Нет, клинок не получит атаку Потому что у него атака 0 Воин соберется нечетно Я тебе уверяю, воин не соберется ни такой, ни такой Попроченная авиана, легендарка для друида Первая карта, разыгранная игроками на каждом ходу Стоит 0 Обратите внимание Вот есть гномка, да, за 2 манда, 2 нейтральная Но она удешевляет первое существо Эта штука удешевляет первую карту То есть, например, можно будет сыграть Играть за друида, десятку за 0 Но Когда мы играем авиану на стол Она является первой картой Если мы сыграли авиану Это не значит, что мы тут же можем бахнуть десятку Потому что первая карта сыграна Первым, первым Всегда будет пользоваться ей оппонент Соответственно Оппонент бахнет самое жирное, что ему нужно За 0 маны И тут же убьет авиану Потому что она за 5 маны 3,7 Это не самые худшие статы за 5 маны У нее довольно большая жопа Но тем не менее В большинстве случаев Особенно с учетом карты за 0 Скорее всего, оппонент на масть несет То есть, мы играем легендаркой за 5 маны Которая подарит нашему оппоненту Бесплатную карту Бесплатную по мане И сразу умрет Скорее всего, нет Карта, которая дает оппоненту первую пользу Она не очень хороша Как она, теоретически, может пригодиться Во-первых, она может пригодиться Если с какой-нибудь тревога бота позвать Например, мы с тревога бота На третий ход позвали авиану Ну, третий ход позвали авиану И сразу бахнули десятку Ну, это ты еще найди тревога бота Его еще не убьют У тебя упадает именно авиана И у тебя именно десятка в этот ход То есть, какие-то басни, да Либо мы как-то ее Призываем этим Вербовкой Ну, что это за вербовка Которая призовет и не будет Являться первой картой за ход Опять же Да, это как темпорус Оппонент пользуется первым Поэтому карта фигня Скорее всего, авиана даже в комбо деках Будет трудно как-то запихнуть Даже с учетом вербовки Потому что, ну, допустим, мы играем этим Сердцедубом, да Которая Которая вербует Сердцедуб, если мы играем Сердцедубом Он уже является первой картой То есть, мы сыграли Сердцедуба Позвали авиану Но мы не получаем эффект Потому что мы уже сыграли первую карту за ход И оппонент снова воспользуется первым то есть какая-то херня снова получается так что похоже на 400 пыли ведьмин котел после того как ваш что погибает вы кладете в руку случайно заклинание шамана ну во-первых он за 3 ман 0.4 что лучше чем монотайн с другой стороны нам нужно поставив котел скормить существ и получить за это случайно заклинание шамана вот у нас случайно заклинание если кратко то многие из них полное говнецо откровенное говнецо многие из них где-то 50 на 50 если не хуже whirlwind какой-нибудь или там сил тотемов ну короче такую шнягу как получите ведьмин котел есть карта за 3 ман за 4 ман и 4 2 нейтральной карты из базового сета до который когда умирает существо ты берешь карту ты берешь карту намного лучше чем рандомно спел потому что берешь нормальную хорошую карту из которой ты собирал деку хорошую карту берешь он конечно нам она больше но он сам все 4 2 а не 0 4 а это ведьмин котел который сам все ничего не делает и когда умирает ваши только только ваше существо выход в руку случайно заклинание шамана короче хуйня какая-то и опять рандом случайно заклинание шамана больше рандома удар крыльями наносит 4 урона выбранному существу стоит одну если на этом ходу погибло существо неважно с какой стороны если хотя бы одно ты что погибло мы можем нанести 4 урона эта карта была бы просто великолепна если бы мы могли бить в лицо но эта штука бьет только в существо и это всегда большое ограничение для хант хант это класс который больше всех страдает если вдруг какая-то карта не не может бить в лицо да это какой-то очередной контрольный хантер знаешь где он может быть неплохо он может быть неплохо вот в текущем а барнс и шараж ханте который состоит из пылов но эти барс не шараж уходит соответственно будущее такого ханта весьма туманно это может быть все тот же спел хант с луком да но понятно что основа этой карты это все-таки барс и шараж ну может быть оберег из волков но никак не лук и скорее всего такой хант отвалится вместе с ходом барс не шараж и соответственно спасибо не спасибо три месяца три года тьфу здравствуйте соответственно непонятно где он должен играть не на теоретические карта не самая плохая потому что за думан унести 4 дамага это отлично за 4 маны 4 дамага это тоже не самая худшая карта ну так конечно не самая худшая карта но мне бьет лицо но я не знаю ребята да она хорошая арена карты согласен дори на карта но квест ханта да какой квест хант ребята я смотрю но какой квест хант ты где последний раз вилкой ханта скорее всего ребята не взлетит потому что не бьет лицо как и часто бывает в хоростоне ловушка для крыс после того как противник разыграет три карты заход призывает крыс 6-6 карта кстати огонь крысы 6-6 на секрет за 2 маны вот эта карта весьма интересная мне кажется сильно и она интересная ну давайте посмотрим смотри когда противник разыграть три карты заход призывает крыс 6-6 внимание три карты есть не три существа не 3 спыла 3 любых карты заход и ловушка срабатывает допустим эта карта станет популярна ханты будут я играть и все про это будут знать типа вот тебе поставили секрет там может ловушку для крыс соответственно нельзя играть три карты ход или проиграешь ну во первых это же надо понять что там и на ловушкой тащишь нужно как-то потратить время а может я поставить другую трапу а ты будешь бояться а иногда будет срабатывать иногда просто нельзя не сыграть три карты не сыграть три карты за ним ход но потому что надо соответственно ты соглашаешься с тем что сейчас вылезет херня 6-6 а допустим тебе поставили ловушку для крыс и ты знаешь что там ловушкой для крыс и ты не хочешь вызывать это уже накладывает ограничение над выход с тебе надо бы сыграть три карты заход вот у тебя есть хороший ход но ты позовешь крысу и ты как-то будешь что-то другое придумал какой-то неуклюже ход придумать то есть даже если ловушке для крыс не позовет крысу она накладывает ограничения на действия оппонента ты ставишь карту ставишь секрет и оппонент сразу у его действия ограничены его ходы ограничены и это психологическое давление даже неважно какой-то секрет позволяв call для крыс или не по ловушку для крыс все равно ты же думаешь текту мать также мне походить там секрет какой-то 6 эта карта ребята хороша да она очень хорошо мне очень нравится хорошая карта 1 из лучших возможно лучше секрет на ханта который будет со звуком фигня что со звуком что не так то у меня со звуком все окей это у тебя с наушниками что-то до психологический психологический 6 не слишком медленно ханта ну как медленно нет отдельная картинка нам крыса картинка такой говно в сфере такое ощущение что я рисовал такой говно картинка как будто я рисовал ну ладно святая вода наносит за 5 мана престовская карта наносит 4 единицы урона выбранного существу если это его убивать в руки в копию вот есть масло 4 маны вообще был бы огонь а так за 5 маны 4 дамага если убивай какую-то руку копию мне нравится мне нравится это дополнительный рябол на приста то швдшки швпшки как-то проходили мимо четверок такой карты можно убить некоторые четверки ну конечно не и zero эта карта чем-то похожа на за 6 маны плюс 5 минус 5 я не буду называть святая вода ну смотри мы наносим 4 единицы урона и получаем в руку карту помимо того что мы получаем карту мы тратим карты получаем карту это может создавать ситуации когда мы берем кола карты не своего класса например сейчас очень популярная колода там варлок да может своровать демна 3d себе в руку можно своровать телку 36 себе в руку которая декает оппонента мы много чего чужого можем своровать и оппонент когда будет выставлять существ он да у него в голове должна быть мысль что теоретически может прямо сейчас своровать чувак себе в руку это уже не просто своровать на столе цыганкой да например если бы твой край полезно вот это уже своровать прямо руку и сыграть бутыл кран то есть много чего можно полезно своровать вот поэтому вполне вполне вероятно она конечно стоит 5 ману при старе могла много приставить швп представить швдл приставить за 6 маны плюс 5 минус 5 у пристав всегда есть какая-то уеха например а сейчас это крик да но тем не менее все равно карта впал вполне нормальный у нее шансы я конечно не утверждаешь на стопуду будет лежать в контрольных пристав потому что первых судьба контрольных приставов сейчас под вопросом ну вот но карт вполне нормально нужно играть игротой ты пропускаешь один ход только на следующий минимум можешь сыграть но ты убил существо как пропускаешь вот ты убил существо на следующий ход можешь сыграть а чё ты хочешь за 5 маны убей сразу призови его что ли за 0 не на понятно что она медленная например погребение тоже медленная погребение убивает существо любое правда да неважно большое небольшое до сразу не стал и колю деку тебе нужно начали топ дек ночь потратить а потом сыграть играла великолепно а это убивает ну не каждое существо а только не очень большие но кладет сразу в руку это понятно что медленно вот энтомп играл великолепно хотя он был намного медленнее это быстрее мне нравится карта вполне есть шансы ребята призрачная сабля это на кого вообще штука на руку да за 4 маны 2-2 лайфстил получает плюс один к прочности когда вы разыграете карту другого класса у нас возможность своровать карту другого класса остается иллюзия вольный 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 лилиан воз 0 лилиан его сразу кусок говна получается у нас остается иллюзия плюс может чуть нового подвезут ну лайфстил на рогу это конечно хорошо руки любой хил ценится больше чем другим классом потому что робби хил капец как нужен но всему из своей границы конечно хил нам нужен но не такой ценой мы во-первых за 4 мана играем пушкой 2-2 во вторых где нам достать карт чужого класса а если миды бог против руки играем где нам достать карт чужого класса ну вот у нас есть две иллюзии у нас есть ли иллюзия а это новая карта что ли пик покет все равно херня какая-то да какой котелок ребята я усомоляю какой котелок короче сабли ребята она конечно интересная карта но скорее нет она какая-то слишком сложная проще накачать легендарную пушку чем с этой сабли ебаться намного проще легендарную пушку раскачать войска навесить почту назад показали пик покет пик покет так что скорее не о чем до заклинатель болот когда вы загрете заклинания вы берете с и что из колоды вот это кстати огонь шаманский эпик смотри за 7 на 48 это хорошо над нормально же самое главное жопа 8 не очень большой атака то самое главное большая что позволит ему выживать потому что у него есть ценная белка и это ценная белка должна стоять на столе он должна жить и поэтому большая очень хорошо это намного лучше чем 84 и поэтому размеры его хороши для 7 маны вот и поставил 7 маны 4 8 если сразу не убили сразу начинается анал карнавал потому что это прям фабрика по производству карт это как лира только за 7 маны 4 8 и за 7 маны 4 8 это лучше чем за 5 маны 3 5 потому что много сложнее убить вот и взял существо то плюс там есть другие связки сыграть существо получирован там же дк помните есть у вас сыграть и что получит спел сыграть спел получит существо короче очень крутая карта ребята это либо на десятый ход сыграл заклинательный баллов сыграл заклинаний набрал существ либо просто по стран 7 и они убили набрал либо ты за 7 маны по ст Moore 8 нужно срочно прям убивать да это типа аукциониста ребята просто очень крутая карта конечно все равно вот эти вот сами сами механики достает рандомное существо рандомные заклинания меня бесит потому что рандом-рандом-рандом но она на самом деле потенциально сильна нет я бы не на стал называть ее говном она выбралась москвы на и ты� из сша лан обязательно заиграть карты потенциально сильно Мужики, подскажите, а что делать с проституткой остальные 59 минут? А ты что, Хаосу не смотрел? Помнишь, он там устроил кастинг проституткам? Он их приглашал, и они демонстрировали, что они еще умеют. Кто там фокус показывает, кто массаж делает. Поступит так же, пригласи проституток на собеседование. Пусть борется за место под солнцем. Под карасем. Тут не рандом, существует колода. Ну тут не рандом, да, существует колода. Тут существует колода. Ну, например, ДК Шамана, ну, да, это рандомное заклинание. В общем, мне эта карта нравится. Это не значит, что Шаман обязательно заиграет, потому что рандом он всегда какой-то сомнительный. Ну, карта мне нравится. Сумеречница. Если ваш герой получал урон на этом ходу, призывай дух рядущих мощей. У меня есть подозрение, что здесь опечатка, потому что вот на подобных картах с прошлого сета, например, на обереге, написано, если вы получаете демэдж от своих карт, то оберег качается. Здесь не написано от своих карт, то есть мы можем тапнуться. Мы можем тапаться, и это демэдж. Мы тапнулись, получили урон, можем сыграть за 3 маны эту херню. Очень большие статы. Суммарные статы 4-6, если сложить. Ну, мы, конечно, не можем ее сыграть на 3-й ход, либо как-то в другом месте получать демэдж, либо сыграть ее позже. Но все равно, ребята, это за 3 маны огромные статы. Это шикарная карта в зоулока, то есть мы можем тапнуться, получить демэдж. Мы можем на 4-й ход поставить этого хмырёныша 2-1, получить 2 демэджа, да, и сыграть. Мы можем какого-то другого источника получить демэдж. Короче, ребят, за 3 маны статы огромнейшие, огромные статы за 3-маны. Вот раньше был без, он, по-моему, был из Черной горы, что ли, откуда-то из приключения. За 3 маны 2-4, когда он получал демэдж, он плодил мужичка 1-1. Ну, это ему еще нужно демэдж получить, не всегда получалось, но сразу шлепали, но он был просто охуительный. Это была вообще супер карта, супер демон, за 3 маны 2-4. Эта штука сама по себе 2-4 и сразу призывает мышей. Ей не нужно получать демэдж, чтобы призывать токенов. Она, конечно, не демон, она зверь, но и насрать. Она за 3 маны огромный валуев, огромный валуев. Это очень много, ребята, это шикарная карта в зоулока. А может, и не только в зоулока, а может, и в контрольном локе поиграет. Ну, или в чем-то другом. Ну, короче, очень крутая карта, потому что за 3 маны очень много мяса. Крутая карта. Ведьма крови. В конце вашего ходу на 1 единицу урона вашим героям. Ну, это как раз вот такая, в начале 1 единица урона. Это как раз вот комба под сумеречницу, чтобы поставить ведьму крови. В начале хода получить себе демэдж просто так и там сразу активировать. Но все равно какая-то хуйня. За 4 маны 3-6, ну, конечно, неплохо, но ее единственная билка продомогает себя. Это, конечно, неплохо бы, да, активировать вот такие карты. Но пока их не очень много, пока их мало. И ради пары карт играть в ведьмой крови никто не станет, конечно. Проще просто чуть-чуть подождать и тапнуться. Смотри, мы на 4 ход ставим ведьму крови, а на 5 ход сможем получить демэдж и сыграть сумеречницу. Ну, мы на 5 ход сможем тапнуться и поставить сумеречницу. Нахер нам надо ставить ведьму крови, чтобы получить просто демэдж себе в лицо. У нас и так мы тапаемся каждый ход по 2 хп. Еще ведьма крови у нас будет пиздить. Еще нам маг 2 фаербол в лицо кинет, все, и поиграли. Короче, вот эта карта мне не нравится, несмотря на то, что у них явная связка с сумеречницей. С другой стороны, я вспоминаю, как мне не нравилась связка черепа нарии и демона. Вот, но не нравится. Ведьма крови, короче, шляпа. Вот это огонь. Ну, еще что, берег триггерец. У тебя что, мало способов оберег за триггерец, что ли? Смерт откач. Боевой клич. Если на этом ходу ваш герой получил урон, получает похищение жизни. Ну, вот опять же, связка с вот этой вот херней, с ведьмой крови, за 5 маны 4-6 лайфстил. Вполне неплохо для варлока, варлоку нужен лайфстил, потапался, пососал, потапался, пососал, фатигнулся. Но, тем не менее, это никаким образом не влияет на ведьму крови. Опять же, проще тапнуться, проще не смеху тапнуться и поставить смерть откача, чем играть с раной ведьмой крови. Тем не менее, допустим, у нас за 5 маны существует 4-6 лайфстил. Допустим, мы точно имеем всегда обилку. Вот мы всегда где-то получили демэдж, и за 5 маны 4-6 лайфстил. Это прям бомба? Мне не кажется, что это бомба. Это где-то на грани, между... Хорошая и плохая карта, где-то посередине, где-то на границе. За 5 маны 4-6, да, комар. Комар варлок. За 5 маны 4-6 лайфстил. Это, конечно, лучше, чем червь за 5 маны 4-4 лайфстил, да? Но у этого еще постарайся, чтобы был лайфстил. Червь-то полное говно. У варлока и так есть способы отхилиться. У варлока есть спелл за 1 ману хилит на 8. У варлока есть оберег. У варлока есть способы похилиться. Нужно ли там еще сомнительное существо, которое не является демоном? Оно является зверем? Это не демон, ребята? Оно никак не работает со всеми текущими связками. Никак не работает с тем варлоком, который сейчас хорошо играет. Спасибо, Хакси, спасибо. Спасибо за аналитические обзоры. Смотрю с удовольствием. Спасибо. Появится ли в будущем какой-то зверлок? Да вряд ли. Это будет очень странно. Очень странно, если будет какой-то зверлок. Варлок, он либо демон, либо просто никакой. Но зверла, господи. Да, нет, такую карту бы уроги, ребята. Вот уроги вообще шикарно. Ты на 4-й ход надел пушку, на 5-й ход сходил пушкой, ударился, поставил смерть откачал. Уроги вообще великолепно было бы. Перфектная карта, но она у варлока. У варлока она не нужна. Она хорошая, но не нужна. Непонятно, куда пихать. Ужасное бешенство. Выбранный зверь получает плюс 3, плюс 3. Вы замешиваете в колоду 3 его копии с плюс 3, плюс 3. Вот это, конечно, интересная карта. Не значит хорошая, а просто любопытная. За 4 маны выбранный зверь получает плюс 3, плюс 3. Во-первых, мы можем качать только зверей. Никаких других существ можем не качать. Ну да, это хант, у ханта большинство существ зверя. Ну или хотя бы половина, да. Но вот ограничение только звери. Мы замешиваем в колоду 3 копии. Колоду это не в руку, ребята. Ну что кабанчик, да. Ну будем кабанчика потом 4-4 рывок топ-декать. Ну и уже нужно еще топ-декнуть. То есть, получается такой комбо-хант. Мы придержали в руке кабана. А, кстати, вы же знаете, что кабан в вольный режим уходит? Вы смотрели мой выпуск пару дней назад, 3 дня назад смотрели. Кабан-то вольный режим уходит, ребята. Вот, соответственно, придержали мы того же кабана, да. Ну прокачали мы кабана. За 5 маны 4-4 рывок. Там обосрались все. Потом у нас в деке 3 кабана. Ну допустим, мы играем хмаренышем 3-5, который зовет единички. Ну то есть, вот такая херня, ребята, получается. Такая-то все херня. Их же добрать еще надо. Это мы зашавлим нашу деку каких-то существ. Ну да, у них плюс 3. Ну блин, какая-то туфта, по-моему. Опять же, непонятно, что это за ханта. В котором это должно играть. Куда не заглянили, ты думаешь, что кабан уходит. Так уходит. И по импроводу ходит пиццу делать. Выслеживание? Да, будем выслеживать кабанов. Выслеживание на кабанов. Сначала ужасное бешенство, потом выслеживание кабана. Оппонент умирает от смеха, пацаны. У оппонента там, значит, либо драконы уже. Оппонент, значит, играет там дракон такой, дракон такой. Потом шестерка. Там призывали на халяву 12-12 смертокрыла. А мы тут ужасное бешенство. Выслеживаем кабанов 4-4 рывок. Или там против нас играет там агромаг. Там второй ход 4 существа. Секрет, секрет. Все въебал. А мы такие тут выслеживаем кабана. А может быть мы играем против контрольного варлока. И там уже весь стол в демонах. В кубах. 5-7-3-9. А мы, сука, выслеживаем кабана, пацаны. Ну, если мы играем сами с собой, без оппонента. То, наверное, отличная карта. У нас есть время там прокачать кабана. Нас зашаплить кабана, высадить кабана, сыграть кабана. Но если представить, что против нас играет еще и оппонент. То получается какая-то хуйня. Потому что долго и не сильно. Короче, ребята, что-то в ислежник кабанов не верю. Ну, допустим, не кабан. Да все равно какая-то херня, ребята. Ужасное бешенство это. Урон и заклинание плюс 1. Пока эта карта находится в руке. Ее так и здоровье каждый ход меняются местами. Общая карта. Ну, соответственно. 1-4 спелл дамаж, это не так плохо. А у 4-1, по-моему, какая-то хуйня. Ну, кто будет играть с учетом 4-1 спелл дамаж за 2 маны? Только извращенцы, ребята. Получается, мы можем играть ее только каждый второй ход. Картинку отдельно рисовали, да? Интересно, у них фразы будут одинаковые или нет? Каждый ход, через ход можем ее играть. Ну, мы можем сыграть 4-1, но это совсем тух-то. У Варлока из за 2 маны 1-1 спелл дамаж немножко поиграл. Но потом быстро понял, что нахер он не нужен. Что без него все хорошо. Не помещается он. Соответственно, эта карта еще хуже, потому что она, ну, то 1-4, то 4-1. В така, короче, какая-то, непонятно. Да, Влад нас выручает, ребята. Скажем спасибо. Самые мусорные свапочистые карты? Да, мне кажется, почти все мусором. Вот эти свап-карты, такое говно. Натиск. Вот это, наверное, одна из лучших этих свап-карт. Не такая мерзкая, как остальные. Натиск. Ну, то есть, можем бежать сразу в атаку, но только на существо. Ремонт на существо. Пока эта карта в руке, атака здоровья, я скажу, ход местами. Ну, за 4 маны 2-6. Натиск. Это как? Круто. Да так, если честно. А 6-2, это получается такой лерой, но он бежит только в существо. То есть, представьте, фаербол, но его нельзя кинуть в лицо. И только каждый второй ход. А другой, каждый второй ход, он 2-6. На самом деле, может, не так и плохо, потому что надо, кинули фаербол в существо. А если нам нужно фаербол, а он сейчас не фаербол. Я говорю, эй, подожди, подожди, подожди один ход. Сейчас я превращусь. Давай, давай, быстрее превращайся. Помните, как в этом в мегамозге нагревается? Не нагрелось? Солнце не нагрелось? Ложка дорогая к обеду. Вот нам нужен прямо сейчас фаербол в существо. А его нет. У нас есть сейчас быстроногая вестница. Ну, 2-6 тоже, на самом деле, не худшая карта. Мы за 4 маны сразу наносим существо. Может быть, она 2-6 даже и лучше. Потому что, смотри, мы за 4 маны наносим 2 дамага в существо. И у нас остается какая-то тушка. Ну, скорее всего, да? Может быть, это и не так и плохо, на самом деле. Может, это карта как раз себе и покажет. Но пока она, говорит, самая лучшая из всех перевертышей. Все остальные перевертыши. Такое говнище, ребята. Может быть, это как-то и... А если таун? Ну, в таун побежишь, что делать? А если таун? Такой вопрос. А если таун? Ну, если там таун, то ты бежишь таун. Еще сложные вопросы есть? Да, против улитки. Отлично. Улитку же по-другому не победить. Ну, мне кажется, из текущих перевертышей, если шансы какие-то заиграть и есть, то увестнится. Потому что остальное это какая-то... Так, заценим картинку от Олега. Ребята, ух, ничего себе. Ребята, между прочим, у нас есть дискорд. И там есть целый раздел для картинок от Олега и не только. Какой-то, знаешь, из Диснея какой-то с косичками. Ну, в общем, скорее нет. Но, может быть, и да. Вот такая моя оценка. Стражница Гилниаса. Божественный щит, натиск. Пока эта карта находится в руке, она свапается. Вот это еще туда-сюда. Она, конечно, стоит 8 маны. 8 маны это дохренари. Мол, за 8 маны это что-то невероятное. Божественный щит хорошо. То есть мы можем при удачном стечении обстоятельств нанести 8 урона и у нас останется 8-3. Но мы за 8 маны наносим 8 урона и у нас останется 8, мать его, 3. 8-3 мы кого-то напугаем, 8-3 с существом на 8-ой-то ход. Да никого мы не испугаем, но мы ход с учетом 8-3. Его не заметят уже на той стадии игры. Ну, допустим, 3-8. Ну, тогда наш божественный щит не очень реализуется, потому что 3-8 не особо такого напугает за 8 маны. Короче, такая-то могла быть очень крутой. Если бы не была какая-то адекватная стоимость, но 8 маны это пиздец, ребята. Это как просто жесть какая-то. Ну, это 8 дамеджей, это уже 8-3. Но это не стоит 8 маны. Это стоит намного меньше. Это стоит 6 было бы отлично. За 6 вообще было бы шикарное. Ну, за 7 может быть туда-сюда. Ну, за 8? Нет, это очень дорого. Это невероятно дорого. Я вообще в нее не верю. Да, мне тоже кажется, переверт еще больше для арена. Под дамой. Ну, под дамой каждая вторая карта хороша. Под дамой черепаха 2-7 хороша. Ну, и что? Черепаха теперь хорошая карта? Нет. Все еще плохая карта. Под дамой, ну, много чего хорошо. Это говорит о том, что дама хорошая карта, а не то, что плохие карты внезапно стали хорошими. Деки с вербовками, 3 атаки по дефолту. Есть всего одна карта, которая призывает по атаке. Это сердце дуб, который стоит 9 маны. Все остальные по монокосту вербуют, поэтому пока непонятно, как-то вербовка должна играть. Да, ненадежное дело. Башню ваншотает. Ну, вот единственное, что единственное достоинство, башню ваншотает. Прист уж нечем убить, существо 3-7. Поставили, прист уж существо 3-7 и все, приз сразу. Ну, или какой-нибудь другой класс. Короче, ребята, дорого. Дорого. Под дамом будет 8-8, конечно. Куковод Дориан. Вот эта карта мне нравится. Нейтральная легендарка за 5 маны 2-6, которая берет все, что призывает его копию 1-1. То есть берем в руку, прям берем, а призывает на стол. Это очень круто. Смотри, ну, допустим, мы играем в классе, который не очень-то сильно берет карты. Например, мы играем в каком-нибудь, ну, не знаю, ну, присте. Вот мы поставили куковод Дориана и надеемся, что с ним не случится. И мы такие возьмем в начале хода карту, и именно эта карта окажется существом. И не просто существом, а каким-то полезным, чтобы существо 1-1 оказало какое-то влияние на стол. Ну, например, какой-нибудь полезный Досераттл. Конечно, план говно. Соответственно, это должно играться как-то иначе. Ну, например, мы играем в Орлога. Мы ставим за 5 маны 2-6 и можем сразу тапнуться, да. Допустим, мы играем этими мазохистами. У нас Акалиты на столе, мы ставим куковод Дориана. Тут же пошли подрались, взяли карт и существ поставили на стол. Допустим, мы Друидом играем. Поставили Дориана, его не убили, а мы дали десятку, да. Но понятно, что существа 1-1, даже если их много наплодить, никого не напугают. Это должны быть какие-то важные существа. Это должны быть Досераттлы. То есть это какая-то дека, в которой лежит Дориан, которая может набирать карты и в которой есть Досераттлы. Ну хрен знает. Ну министрель, да, министрель. Ну министрель там такие, понимаешь, там карты у Роги, там же Батлкрай. Там цветочек за Батлкрайем, 4-4 за Батлкрайем. Там Досераттлов-то и нет. 4-8 таунты у Преста. Ну их всего 2. Вот яйца, да, яйца. Ну яйцо тоже одно остается. Получается, а если не пришел Дориан, ты что играешь на яйцах что ли? Яйца дека. Ну короче, ребята, теоретически мы можем придумать, где она может быть полезна. Кстати, зацените, он делает Куклу Вуду, да, там дальше будет карта Куклу Вуду. Нет, с полу не считаюсь, конечно, но как на стол положим. То есть, ну хрен знает, ребята, что это должно быть за дека, чтобы мы и Дорианом играли, и как-то набирали дополнительно карты, и чтобы там исключительно полезные, ну или в большинстве случаев полезные, как-то трудно представить. Поэтому карта, конечно, интересная, задумка интересная. Опять же, рандомное говнище, да, но похоже, что это не Барнс, не ново, похоже, что она все-таки, скорее, не сильна. Да, один гипербол. О, Кукла Вуду как раз, смотри, я тут куклу сделал. Интересная карта. Сотри, маны, существо 1-1, Battle Cry, выбираем существо, он Десератл уничтожает и выбранное существо. То есть, играем на стол, выбрали существо, можем и свое выбрать. Когда кукла погибает, другой существо тоже погибает. Эта карта сама по себе, она, может быть, не очень впечатляет, потому что с ней много чего может случиться, да. Ну, сами с ней может случиться, или в руку вернется, или там, как-то оппонент подготовится, что у него существо погибнет. То есть, отложенная смерть, оппонент знает, что он сейчас существо погибнет, и что-то как-то отреагирует на это. Вот, но эта кукла может работать в связках со многими картами. Ну, понятно, что он будет свопаться один раз в наш ход, то есть, не будет туда-сюда. Да, это смысл не имеет. Да, ты верно, запомнили. То есть, по твоему мнению, за 4 маны 2.6 это выше среднего, да? Охренеть, за 4 маны 2.6, вообще огонь. А если мы в старт в руке держали, оно сбилось с темпа? Да не, это... Вот, соответственно, эта карта кукла Вуду может играть в связках. Какие связки, которые первым делом приходят в голову? Ну, конечно, это Варлок. У Варлока есть хавалка за одну ману, да? Здесь существо похилиться на 8. То есть, мы ставим куклу Вуду, тут же хаваем куклу Вуду, хилимся на 8 и убиваем выбранную существо. Отличная комба. Эта карта великолепно комбится с раскаяловочкой Варлока. Поставили куклу Вуду, тут же дали раскаяловочку. Шикарно, ребята. Она действительно работает с Умброй. Она может работать с кубом. Она может... Ну, хотя с кубом жрать куклу Вуду хреново, потому что новые куклу Вуду, которые вылезут, они будут уже безэффектные. Просто с существами 1-1. С чем еще? С какими связками она может играть? Ну, много с какими связками. Она может играть в магии. Мы можем пингануть мага сразу, да? Мы можем играть воином, если у нас меч за 4 маны 2-2, который уешет. Мы поставили куклу Вуду сразу откуда-то уе и убили, да? Мортал Койл, да? ДК мага. Ну, мага там и без ДК нормальная комба, на самом деле. В общем, много связок. И эта карта вполне, вполне может... А может у Роги там шиф, правда у Роги и так есть способы убить существо, зачем мы добавляем куклу Вуду. В общем, карта весьма-весьма интересная, весьма перспективная. Я уверен абсолютно, что как минимум в некоторых классах в ладоре она заиграет. Мне кажется, что в Варлоке вообще обязана заиграть. В Варлоке как-то может в Варлоке-то не заиграть, это говнище. Просто обязана, или может быть в каких-то других классах. Если в Вуду с Куба убитая карта воскреснет, нет, конечно. В Вуду с Куба 1-1 без обилок, ничего не делает. Сквозь иммунитет, сквозь иммунитет, да, она пробивает любое существо, независимо от баблов. Цветочек для всех, да, цветочек для всех, примерно так. Можно убивать всяких нон-таргет. Ну, можно убивать, да, например, существо 5-9, но существо 5-9 и так у нас не очень-то. Ну, нон-таргет, да, например, акулу Ханта можно убивать этой штукой. Можно ли существо врага? Ну, конечно, можно, если бы нельзя было существо врага, нахер она нужна была бы. Конечно, любое существо, хоть свое, хоть чужое. Прикинь, она бы только своих убивала. Вот хорошая была бы карта. Нет, Джараксу нельзя убить. 5-9 уходит, ну вот, 5-9 уходит, ребята. Все, не заиграй кукла Вуду. Ну, все, все, зря, ребята, 5-9 уходит. Зачем теперь нужна кукла Вуду, непонятно. Короче, карта, ребята, огонь. Она, наверное, не в каждой деке будет играть, не в каждой деке, но карта отличная. Башню снести. Ладно, в общем, отличная карта, снесло башню. Лесоповалка, легендарка на друида. За 8 ману, 8-8, батл край. Вы кладете в руку копию вашего выбранного существа. 10-10 за 10. Ну, хуй знает. Во-первых, у нас на столе что-то должно стоять, чтобы она сработала, да? Допустим, мы же поставили что-то на стол, и оно осталось стоять на столе. Такое бывает далеко не всегда, но, допустим, у нас есть что-то на столе, да? Где деньги лежат? Ну вот, за 8 ману, 8-3 с баблом. Ремувал почти любой карты на этом ходу с тем, что еще тушка останется. Если убирала гмана, то вполне себе. Ну, ты можешь назвать мне хоть одну деку, которая будет рада положить такой ремувал за 8 ману, 7 деку. Это очень дорого, чувак, очень дорого. Вот, так вот. У нас на столе должно что-то стоять. А может быть у нас пустой стол, но мы планируем все сыграть в один ход. То есть мы на 2 маны выставляем что-то на стол. Потом лесоповалку, кладемся в руку, это что-то за 10 ман, 10 на 10, и на следующий ход играем. Что это должна быть за карта, чтобы мы почувствовали эффект? Кто-нибудь хочет играть 8-8 за 8, а потом 10-10 за 10? Ну, даже на арене таким не играют, ребята. Даже на арене таким не играют. Соответственно, нам нужны какие-то эффекты. Мы не хотим играть 8-8 за 8, но мы будем играть. Соответственно, нам нужен какой-то мощный эффект, чтобы окупить. Что это? Кабан? Да какой кабан? Ребята, я улитку. Ребята, какой кабан, какая улитка? Я вообще не знаю, что должна быть за карта, чтобы она компенсировала сама по себе 8-8 за 8. А потом бы еще 10-10 за 10. Ну и что кабан 10-10? И что? Какой лакир? Лакир шаманский. Каторжники. Ну, каторжники, да, отличный пример. Друид на каторжниках и лесоповалки. Да, вот вам, ребята, пример. Каторжники и лесоповалка. Лесоповалка! Мешает бетон! Допель-гангстеры? Да, да, крутой комбат. Допель-гангстеры? Ну, тебе же нужно, чтобы допели не убили. Тебе поставили допелей. А ты такой, о, боже, пусть стоят на столе. Я не буду их трогать. О, боже! Существо 8-8! Что же нам делать? Во-первых, ты играешь вначале допели, да, тебе бам в лицо. Потом ты играешь за 8 маны 8-8. Там-то кто-то все еще нет, тебе бам в лицо. Потом ты играешь за 10 маны 3-10-10. Тебе бам в лицо и убили. А ты что будешь делать? Пингвин, да, с пингвинами крутая такая... Крутая комбо, ребята. Знаменитый пингвин лесоповалка. Короче, ребят, какая-то хуйня. Это не легендарка вообще без шансов. Токи-часовщица. Батлкрая. Выкрутив руку случайно легендарность. Что из прошлого? Уточнение. Прошлый режим означает вольную. Скорее всего, это означает, что легендарки стандарта не будут учитываться. Точно так же не будут учитываться легендарки классического сета. Во-вторых, важный момент, важный брейнлак. Вот когда мы сейчас говорим с вами о вольном режиме, у нас в голове там пристает, ну там какой-нибудь Накс Рамос, да, или какой-нибудь там Гоблин против Гномов. Большой турнир. Но нужно понимать, что как только выйдет токи-часовщица, Новый год настанет, и вольный режим также уйдет Прибамбаск, в древние боги, уйдет Каражан. И вольный режим будет не такой, как сейчас. То есть нужно это понимать. Соответственно, здесь большая лотерея. С одной стороны, Доктор Бум в вольном режиме, а с другой стороны, в вольном режиме будет Глазастик без рывка, да. С одной стороны, там будет Рагнаролос в вольном режиме, а с другой стороны, какой-нибудь Нед Пегл 24 будет, или там Хритнис Тури, чё, а не, чё, нет, не будет. Вот Пегл, да, будет. То есть, ребята, 50 на 50, он за 6 маны 5-5 дает нам рандомную карту. Иногда удачно, иногда нет. Ну, я думаю, для арены неплохо, но в ландере играть за 6 маны с 6-ом 5-5, который даст тебе рандомную карту, и даже если хорошую, это и игру не перевернет. Что-то, друзья, сомневаюсь, ребята. Что-то я сомневаюсь. Доктор Бум, можно древнем богу получить контент зота, да, или там чё-нибудь такое. Может, Йоксарон, чё-нибудь такое, но всё равно какая-то хуйня, ребята. Не, не, в ландере точно нет. Нет, я подумал, подумал, я вначале подумал, может, да, может, но нет, на самом деле нет, слишком. Для арены карты исключительно, да. Пикпокет. И последний из показанных карт за 2 маны в спелл-роге. Эхо, добавь рандомную карту в твою руку. Класс твоего оппонента. То есть за 2 маны кладём себе в руку рандомную карту, и можем повторять, сколько есть маны. Крутая карта? Ну, конечно, нет. Какая-то туфта. Где мы можем её играть? Ну, с гаджестанцем, да, гаджестанец, там, преп, пикпокет. Ну, кстати, может быть, потому что она наполняет нашу руку, не фатигая нас, не особо-то фатигая. Ну, я не знаю, ребята. Такие вот медленные роги, что-то... Ну, что за медленные роги такие? Какое, может быть, медленное рога, если ему бьют лицо? Если бы медленное рога играл, то рога на Валере бы всех трахал. Рога не может нормально обороняться. В роге очень неограниченные ресурсы для обороны. Там один жук на армор, а там чуть-чуть хила есть у роги, и Валера на один ход стел. Всё, больше ничего в роге нет, а он не может обороняться. То есть, ну, что за медленное рога? Рога должен играть быстро. Это либо квест-рога, либо этот Миракл-рога. Гибкая карта, но что она не только той гибкости. Повезет хорошая карта. Ну, за две маны, Вань, получше. Просто карту в руку, она не будет удешевленная. Это как Петроглиф. Только ты получаешь вообще рандомную карту, и она не удешевляясь. Петроглиф, ты выбираешь карту. Причем у магнесс был почти в случае хорошая, да? И она удешевляется. А здесь вообще рандомную карту. Знаешь, сколько говно карт вообще в Харстоуне? Да три четверти карт вообще полное говно, которым ты никогда не захочешь играть. Нет, точно нет. Мне не нравится. И, по-моему, точно последняя карта. Да, последняя карта. Мисс Рейс. Я еще не видел. Роговский за 4 маны, 3,5. Вновь юплей энэхо карт, гейм плюс 1, плюс 1. Когда мы играем карту с эхо, получаем плюс 1. Слушай, картинка просто шикарная. Смотрите, какая шикарностная картинка. Ух, золотая будет классная, да? Вновь юплей энэхо карт, гейм плюс 1, плюс 1. Когда мы играем карту с эхо, получаем плюс 1. О, ребята, ничего себе. Ничего себе. Вот это комбат какая. Уроги на самом деле еще есть карта такая более-менее разумная. За 2 маны, 2 дэмэджа в существо. Где-то мы там раньше рассматривали. Там где-то. Что-то не могу найти. В общем, за 2 маны 2 дэмэджа в существо с эхо. Поверьте просто на слово. Да, у нас комбат. Эхо, 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 эхо накачали. То есть, теоретически, комбат какая-то есть. У нас есть неплохой существо, который окончается от эхо-карт. Но у нас нет пока приличных эхо-карт уроги. Может быть, 2 дэмэджа за 2 маны. Ну, может быть, рандомная карта. Ну, может быть, ну, черт вы знаете, что-то, что-то. Да, картинка огонь, значит, заиграет. Лего? А, ну, лего, который, да, за 3 маны 2-2 тоже таки. Знаешь, все карты такие, скорее нет, чем да. Они, конечно, на грани, скорее нет, чем 2. Эхо, 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 сайлент. Ааа, я играл говно декой ради мисс Фрайза, и ты дал мне сайлент. Эхо, эхо.